Хочу обратить Ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby D.N.UA. Ассортимент магазинов рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить Ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает Ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. Hobby D.N.UA. Это Твои увлечения. Что же друзья, закончена базовая покраска танка. Вот так он выглядит, без косяков, как я Вам говорил. Из-за масок были кое-какие проблемы, но думаю мы это все порешаем. По большому счету особого лаза не кидается, а там где кидается, попробуем исправить дальнейшими манипуляциями над этим созданием. Сейчас, в ближайшее время, значит, по логике нужно нанести декали, но посмотрел я инструкцию в зеленом цвете, если бы был так. Там только предлагается два знака гвардии нанести, а вот в таком камуфляже абсолютно никаких декалей нет. Поэтому я, наверное, этот этап тоже уберу. И сейчас я вскрою его матовым лаком и нанесу корректирующие фильтры. Ну что ж, друзья, чутка я не сдержал своего слова и нанес немножечко декалей. Вот здесь вот, как видите, на этой трубе, затем вот здесь тактический знак и с обратной стороны нанес номер 646. Казалось бы странный номер 646, но на самом деле ничего странного. Шестерка, это у нас стилизованная буква Б. Четверка, если добавить палочку, стилизованная буква А. Ну и шестерка опять буква Б. То есть, получается Баб, первые три буквы. Вот название диорамы Бабовщина. Вот такой вот у меня извращенная такая фантазия. Значит, сейчас танк покрыт вот таким вот сатиновым лаком. Сатиновый это, по сути, полуматовый. Для того, чтобы я смог сейчас нанести на танк вот такой вот фильтр для трехцветного камуфляжа. Честно говоря, я не знаю, ну вернее знаю, зачем он надо менять оттенки и все остальное, но до сих пор не вижу острой необходимости для данного этапа везеринга танков. Ну, дело в том, что как бы все так делают и я так сделаю. Ну, опять-таки повторюсь, если любой другой этап, я имею ввиду, точки масляные, либо смывка, придают танку действительно немного другой вид и человек, который со стороны, увидев смывку, он понимает, что была сделана смывка, то после фильтра, ну, тяжело сказать, был фильтр, не было фильтра. Если ты не видел танк до нанесения фильтра и после, то, наверное, тяжело сказать, был ли на модели фильтр, или нет. Ну, у меня как баночка есть, время есть, сейчас карантин заниматься нечем, поэтому я это дело сделаю, хотя, повторюсь, смысла я в этом особого не вижу. Ну, друзья, вскрыл я фильтром танчик, ну, и сразу возникает вопрос, и чё? И чё поменялось, как в том фильме? Ты видишь, суслика нет, а он есть. То же самое с этим фильтром. Единственное, что тот фильтр, который я показал, вот этот вот для трёхцветного камуфляжа, похоже, он испортился, он, ну, как бы, болтается, я его колотил, 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 но по итогу от него толку мало. Хорошо, что я, как бы, не сразу начал мне модель покрывать, я попробовал на днище, и вот от него, видите, вот такой эффект, больше, как пыль, чем фильтр. То есть, сильно густой, может быть, его там под разбавить можно, я не знаю, просто хорошо перемешал то, что там было, но вот такой у них те результат. Поэтому, я взял вот такой вот фильтр коричневый для тёмно-жёлтого, и им, как бы, прошёлся. Ну, я уже говорил свою мысль по поводу фильтров, не вижу я в них никакого смысла особого. Конечно, по-хорошему нужно было бы попять этот танчик покрыть матовым или сатиновым лаком, но что-то мне опять лень, и я, наверно, сразу сделаю масляные точки. Обычная маселка Sonnet возьму, и потихонечку нанесу, растушу, немножко подстарим. Ну, как видите, нанёс я на корпус точки, наносил без фанатизма, здесь всего два цвета, белый и омбра жжёная. Наверх корпуса только-только нанёшь, сейчас буду растирать кистью смоченный white spirit, а по бортам уже, по сути, я это сделал, нанёс, порастирал. Вот, ну, а башню ещё не трогал. Ну, друзья, после масляных точек немного изменился танк, можно сказать, сбили с него спесь, стал он более, немного таким, ну, более матовым, что ли. Но, на самом деле, ничего так вроде смотрится. Ну, и сейчас время, наверное, пришло всё-таки сделать самое главное, на мой взгляд, это смывку. Сделать смывку, поэтому сейчас я его покрою полностью глянцевым лаком, дам ему высохнуть, и затем, затем будет смывка. Итак, вот он, наш блестящий танк, и вот она, наша коричневая смывочка, с помощью которой будем придавать танку объём. Итак, друзья, глава, которая называется «Эта деталь меня выбешивает». Ну, значится, сел я вскрыть танчик лаком, защитить смывку, я вам её покажу попозже, потому что сейчас речь идёт совсем не о ней. А вот есть такая вот деталечка, деталюшечка. Она ставится... Ну, вот как раз пальцем закрыл. Вот здесь, вот видите, даже ещё отметочки остались. Изначально она была приклеена, как положено на модельный клей, там были под неё посадочные места, углубления, насколько я помню. Делал бы я это сейчас, я бы, наверное, всё-таки там и просверлил эти углубления насквозь и чуть-чуть дальше запихнул вот эту вот злополучную деталь. Дело в том, что это включение записываю уже просто на крик души. Она у меня в процессе покраски и всего остального этого танка, ну, может, уже раз 15 отпадало. Повторюсь, изначально клеил модельным клеем, потом, естественно, уже модельный клей сюда не шёл, сюда шёл суперклей и всё равно одно неловкое движение рукой зацепило, она отпала, зацепило, отпало, зацепило, отпало. Уже просто зла не хватает, я уже готов даже отказаться от этой детали, плюнуть на неё. Но решил дать ей последний шанс, попробую приклеить её вот такой вот ручечкой, да, кто там знает, здесь на конце полимерчик, а с этой стороны ультрафиолетовая лампочка. И при воздействии на полимер этим ультрафиолетом он схватывается буквально там в течение пяти секунд и, по идее, навечно. Ну, вот, если вот эта штука мне не поможет, то тогда в топку вот эту деталь, может быть, она самая главная в танке, я не знаю, может быть, без неё танки не едут, но у меня уже просто, знаете, нервы, как говорится, дороже. Ну, что же, друзья, после всех манипуляций танк выглядит следующим образом. Я думаю, что всё, что хотел, я сделал. Получилось, ну, честно говоря, не совсем так, как я его себе представлял. Можно было бы и лучше, но, в принципе, для моих целей вполне пойдёт. Самый большой косяк, который явно бросается в глаза, это ствол. Особенно, вот, если присмотреться там, где жёлтым цветом покрашено, видно, что ствол состоит из двух половин, что там я с ним чуть-чуть не доработал. Такая вот засада. А так, в принципе, по большому счёту нормально. Вот. Теперь всё, что осталось мне сделать, это сделать полнейшее загрязнение нашего танка. Грязнить буду смесью вот таких вот двух штук. Специально купил буквально вчера только приехала от Валеха. Грязь, это европейская, а это русская. Будем как-то это всё дело комбинировать, мешать и покрывать этот танк этой смесью с головы до ног. С исключением небольшого участка, там, где будет у нас этот танк мыть девчонки. Сейчас, кстати, я покажу. Вот, вот так вот примерно будут находиться мощицы. Дуло немножко будет повернуто влево для того, чтобы вот эта барышня хорошо присела. Так и здесь будет место. И, соответственно, вот эта часть, там, где они сидят, танка будет помыто. Всё остальное будет грязненькое. Вот. Ну, это уже совсем другая история и будет позже. А на этом всё. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если я что-то сказать, пишите в комментариях. Стройте с нами, стройте как мы, стройте лучше нас. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok